В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о креплении и спиртовании вина. Разберем в случае, когда это необходимо, для чего, как это делать. И также разберемся с расчетом этого самого спиртования. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Для чего нам вообще крепить вино? Ну, первый вывод на поверхности, для того, чтобы оно было более спиртуозным, более крепким. Но дело в том, что технология крепления чаще всего вообще в сухих винах, я не помню, чтобы она встречалась, используется в винах сладких. Как раз таки для того, чтобы оставить тот сахар, который есть изначально. Оно чуть-чуть побродило, потом добавили нужный спирт, опять же, до нужной спиртуозности. И оставили сахар. И вот это очень важно. То есть сладкие вина получают путем не добавления сахара, а либо добавления спирта, либо же изначально сахар концентрируют настолько, чтобы при брожении, при окончании брожения он еще оставался. Принципиальная разница здесь будет во вкусе. И перед тем, как мы приступим к расчетам, еще с вами поговорим о способах внесения спирта, на каком этапе. Значит, вообще есть такое название Мистель, это полностью спиртованная мезга. Но про Мистель мы сегодня не говорим, но все-таки говорим правильно. Также можно применять спиртование, опять же, только на мезге, когда мы только виноград подробили, и тогда спиртуют до 4%. Почему до 4%, почему это волшебная цифра? Дело в том, что если мы говорим о диких дрожжах, вообще о дикой флоре винограда, натуральной флоре винограда, то до 4% спирта могут выживать так называемые мусорные дрожжи. Они и запускают брожение. После 4% они погибают и уже вступают в работу наши нужные нам сахаромицеты. Так вот, чтобы избежать размножения вот этого мусора, мезгу можно спиртовать. Но смотрите, о чем мы с вами говорим. Мы говорим, в принципе, о винах сладких, винах с остаточным сахаром, и где сахара изначально должно было быть тоже не так уж и мало. Так вот, когда я экспериментировала с заквасками, это тоже мои личные практические наработки, когда я экспериментировала с заквасками, я пробовала, ставить, спиртовать закваску и добавлять много сахара, чтобы она была одновременно. И спиртуозная, да, чтобы размножались нужные нам сахаромицеты. И сладенькая, опять же, чтобы больше вырабатывалось тех дрожжей, которые способны больше переработать сахаром. Те, кто меня регулярно смотрит, знают, о чем говорить. Ну, для остальных, вот, просто услышите, да, что так надо было. И вот эта закваска затухлась. Вот там пошел какой-то неприятный запах, такой запах соленых огурцов, что-то такое. То есть там что-то пошло не так. Хотя, казалось бы, должно было быть все по-другому. Поэтому, если вы вдруг решите изначально спиртовать, то либо добавляйте культурные дрожжи, либо добавляйте уже закваску. Не ждите, чтобы оно забраживало самопроизвольно, потому что вот реальная практика показывает, что может быть не все так хорошо, как нам хотелось бы. Дальше. Если мы говорим, например, о тех же мускатах и, в принципе, о многих сладких винах, то естественное брожение может там 4-5-6% спирта наработать и спиртуют после этого, уже до спиртов. Это второй способ вынесения спирта. И третий способ, когда, в принципе, уже дрожжи съели нужный и позволенный им сахар, я в отдельном ролике рассказывала, как нам рассчитывать все вот эти вот остаточные сахара. Да, вот мы понимаем, что мы позволили их съесть столько, а дальше все, стоп, оставьте сахар нам. И тогда мы тоже доспиртовываем, вплоть до того, что мы можем доспиртовать так, что брожение само остановится, потому что много сахара и много спирта. Много – это сколько? 16% сахара и 16% спирта. Это правило Делли. И при этом считается, что все, уже никакие биологические процессы в винах происходить не должны и вина будет стабильным. На самом деле это не всегда так. И такие вина тоже могут подвергаться порче, но вероятность, скажем так, довольно низкая. То есть, в принципе, с этим правилом можно работать. Еще раз повторяю, что по сахару у нас был отдельный ролик, и в описании я вам оставлю, как рассчитать этот самый сахар. Сегодня мы говорим о том, как нам рассчитать спирт. Сразу говорю, что вообще для расчета спиртования есть вот-вот такие формулы. Есть такое явление, которое называется контракция. При добавлении спирта общий объем уменьшается. И вот применяют этот коэффициент контракции и вообще в производстве, повторю еще раз, используют огромные и сложные формулы. Я вас сегодня не буду ими грузить. Я вам покажу один самый простой способ, но наименее точный. И второй способ, как бы более точный, и достаточно простой в расчетах и использовании. Итак, способ первый, самый простой для самых ленивых, которые они хотят считать. 1% спирта – это 20 мл водки, либо 10 мл 80% спирта на 1 литр вина, либо сусла. Но повторяю еще раз, что это вот самое простое, но не самое точное в расчетах. Значит, следующий способ расчета спиртования называется способ звездочки. И второй способ. Он чуть сложнее, но он вам позволяет рассчитывать, во-первых, при любых концентрациях спирта, у кого-то он 96%, у кого-то 80%, у кого-то 70%. То есть любое процентное соотношение и даже позволяет смешивать, вернее, проводить расчеты для смешивания растворов разных концентраций. Например, у вас есть сусла с 5% сахара, и с 20%. Можете добиться нужной вам концентрации. Значит, способ называется способ звездочки. Предположим, что изначально у нас спирта 0. Мы хотим получить 4%. И спирт мы используем 96%. Здесь цифра будет любая. Хоть 70, хоть 80, хоть 60. Теперь 96 минус 4. Мы получаем 92. 92, а здесь вот сюда мы 4 отнимаем. Получаем 4. Итого мы получаем, что нам надо? 92 части вот этого раствора и 4 части вот этого. Условно. 92 миллилитра и 4 миллилитра. 92 литра и 4 литра. Это сложно. Теперь рассказываем, как нам посчитать объем. Ну, знаем объем вот этого, да, изначального сусла. Допустим, это у нас будет 25 литров. Мы эти 25 литров умножаем на вот эту цифру. И делим на 92. Итого у нас получается 1,08 литра. То есть к 25 литрам сусла нам надо добавить 1,08 литра спирта 96%, чтобы получить спирт 4%. Давайте пересчитаем еще. Допустим, у нас мы знаем, что уже где-то 5% спирта есть. Откуда мы берем вот эту цифру? Значит, эта цифра у нас расчетная, которую мы считаем от того, сколько сахара уже сброжено. И в домашнем виноделе у нас вот эта цифра всегда будет условная, кроме случая, когда вино выбродило насухо. Почему условная? Потому что когда у нас есть в жидкости и сахар, и спирт, точно сахар мы измерить уже не можем. Но, допустим, смотрите, у нас было 20% сахара. Сейчас мы измеряем, у нас осталось 10% сахара. На самом деле его осталось меньше. Ну, примерно 20 минус 10 у нас 10% сброжено. Умножаем на коэффициент поражения, он тоже может варьировать в зависимости от типа дрожжей. А в зависимости от условий от 0,52, даже кто-то считает по 0,52, до 0,6. Ну, допустим, 10 умножаем на 0,6, получаем, что у нас уже 6% спирта. На самом деле его будет чуть меньше, потому что вот на эти показания будет даваться уже спирт немножко. Ну, вот у нас, к примеру, есть 6%, да, а мы хотим получить 12%. Значит, записан, у нас есть 6%, мы хотим 12%, и спирт у нас, допустим, 80%. Так. 80 минус 12, 68. 12 минус 6, получаем 6. Так. Значит, 68 частей сусла на 6 частей спирта. Пересчитаем на нужный нам объем. Допустим, объем у нас 20 литров. умножаем на вот эту цифру 6 и делим на вот эту цифру 68. И получаем 1, 7, 6, ну, 5 литров спирта. Нам надо добавить, чтобы получить итоговую цифру 12. Ну, а дальше вы подставляете свои цифры и получаете то, что вам необходимо. Еще раз повторяю, что мы не учитываем коэффициент контракции, да, поэтому расчет несколько приблизить с ними. Но со всеми коэффициентами, честно говоря, я даже сама не особо разобралась. Все это сложно, поэтому можно пробовать пользоваться вот такими расчетами. Я думаю, что для нашего домашнего виноделия этого будет вполне достаточно. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Ушибы» будет ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok